Привет всем выжившим! И сегодня будем смотреть на Глорию Виктис. Если кто не знает, это эдакий планетсайд, только уже в средневековом сеттинге. С единственной, пожалуй, оговоркой, что здесь у нас средневековье, есть элементы выживания, ну и некоторые другие моменты, о которых мы вспомним чуть позже. Решился купить эту игру в 2019 году, когда увидел её в одном из топов самых ожидаемых игр 2019 года. Кто-то рассуждал, что вот она выйдет из раннего и станет чуть ли не самой глобальной масс-пвп-игрой с элементами выживания, крафтом и всем таким. Ну что ж, наступил 2020 год, прорыва так и не случилось, разработчики обещают нам конницу переработать механику боя, а тем временем у нас средний онлайн в 400-500 игроков. Ситуация не самая приятная, но не сказать, что это полный прям провал. Хотя, учитывая, что в игре не один сервер и три фракции, на которые расходятся игроки, то всё равно это довольно маленькое количество игроков. И на самом деле похожая ситуация у главного конкурента этой игры Life is Fiatal. Я планировал записывать ролик сразу на обе этих игры, но потом решил всё-таки сделать отдельно. И как мне кажется, у обеих игр примерно схожие проблемы, а именно слишком долгое время разработки. И как многие могли из вас заметить, в 2020 году выйдет довольно много игр конкурентов, по схожей идее, схожей механике, как, например, игра, которая финансируется огромной компанией Амазон. И не поймите меня неправильно, но всё же мне очень интересно, что будет с игрой, которая поддерживается таким мировым гигантом. А всё-таки Амазон им как раз таки является. Даже у меня весь компьютер собран как раз таки из Амазона. И всё же одно дело, когда это происходит в какой-нибудь шарашкиной конторе, где в каком-то тесном помещении 2-3 человека работают в течение 2-3 лет над каким-то своим проектом. И другое, когда это делает какой-нибудь мировой гигант от своего имени. Мне кажется, всё-таки разница будет вполне ощутимой. Но давайте вернёмся к Глории Виктис. В игре у нас присутствуют 3 фракции, от выбора которых у нас будет зависеть начальное расположение, ну и, конечно же, обучение. Также можно отметить вполне неплохой редактор лиц персонажа, ну и самой внешности. Ну и также нам игра даёт возможность распределить очки характеристик. В принципе, довольно неплохая система. От силы, ловкости и уносливости зависят разные параметры, и в этом, конечно, довольно интересно разбираться. Также в игре есть своеобразный баланс. Например, тяжелобронированным игрокам просто невыгодно стрелять с лука, потому что у них будет уходить слишком много выносливости, да и сама броня будет урезать очень много урона. Поэтому, если вы хотите играть в лучника, то вам придётся играть через лёгкую или среднюю броню. Игровые задания довольно простые, не блещут чем-то новаторским и интересным. Стандартное «Принеси, подай, убей». Игра сделана скорее под глобальное PvP и всякие массовые баталии, будь то осада, защита замка, ну либо бои за лагеря. Сама механика боя во многом опирается на пассивные способности, которые вы так или иначе распределили в своей ветке. Вы можете быть тяжелобронированным воином, вы можете быть лучником. Хотя, конечно, можно комбинировать и создавать свои гибриды, но всё это зависит от вас. В остальном тут есть атаки сверху, справа, слева, снизу, которые из себя представляют чаще всего разные типы урона. То есть вы можете ударить снизу, это будет скорее всего укол. Вы можете сделать боковой удар, это будет скорее всего рубящий или дробящий в зависимости от типа оружия. Также есть пинок и удар щитом. Подводя итоги, хочется сказать, что если всё-таки у разработчиков получится раскрутить свой проект, то возможно тут останется игроков 600-700 на постоянном онлайне. Но что-то мне подсказывает, что рано или поздно он упадёт до 100 и проект, скажем так, сгинет. Но будем надеяться на лучшее. А на этом, пожалуй, всё. Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите на мой канал на Твиче. И, пожалуй, да, это всё. Пока-пока и до скорого.